Если вы хотите узнать то, что будет в новом обновлении на Arizona RP, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Но перед началом данного видеоролика Arizona, роли PlayFenix IP, а также мой никнейм Данте Коннор находятся в описании данного видеоролика. Там же есть ссылочка на мой телеграм-канал, поэтому заходите туда, подписывайтесь, там выходит информация обо всех новых видеороликах на моем канале, а также о самбо-обзорах. Там эта информация выходит эксклюзивно и вот только для вас. Там же есть ссылочка, гиперссылочка на чат в телеграм-канале, где мы сможем обмениваться информацией по поводу карантина, постапокалипсиса и вот всего-всего прочего. Поэтому, да, мы начинаем. Все, наверное, знают, что я дикий любитель квестов. Ну, возможно, не все знают, но тем не менее, я дикий любитель квестов. И меня очень, вот даже не меня, а вот мне очень нравились квесты на проекте Arizona RP. То есть там квесты были такие, знаете, прям вот максимально предрасположенные к тебе как к игроку. В отличие от квестов на каком-нибудь там, я не знаю, сам ПРП, но там это вроде сейчас тоже исправляется. И вроде как Arizona RP, вот то, что я могу увидеть по скриншоту, опубликованному в желтушном издании, насколько я могу видеть, насколько я могу понимать, Arizona RP хочет переписать начальные квесты. Либо переписать начальные квесты полностью, либо добавить новую ветку квестов. Потому что та ветка квестов, мало кто знает, которая существует сейчас, она существует уже на протяжении нескольких лет. За годы, наверное, вот чтобы не соврать, 2016-го, 17-го, где-то существует вот эта вот вся линия квестов, в которую вы сейчас можете зайти. И вот прям вот, знаете ли, с первого левела, потому что это как бы квесты для начальных левелов, начать всё это выполнять. И вот квесты, которые есть на Arizona RP, они, как бы так сказать, они хорошие. Они прям вот крутые, и ты можешь ознакомиться с функционалом сервера практически, ну не то чтобы полностью, но как минимум понять то, что от тебя хотят на данном проекте. Ты и паспорт получишь, и там и на работах поработаешь, и там и то, и то, и пятое, и десятое. Однако, на Arizona Roleplay есть достаточно странное разделение на две ветки квестов. Когда ты только спавнишься, там, неважно, выбрал ты чёрного, выбрал ты белого, выбрал ты женщину, выбрал ты мужчину, квесты будут у тебя одни и те же. То есть тебе надо получить паспорт, поработать и так далее. После выполнения ветки квестов у одного персонажа, ты переходишь на ветку квестов у другого персонажа, где квесты не особо отличаются. То есть там нужно, знаете ли, купить скин, опять-таки поработать на какой-то работе, там, я не знаю, приобрести себе телефон. Почему бы не сделать это у какого-то одного персонажа? Зачем это всё как-то меняет? Зачем опять вот нас заставляют работать на всех этих работах? Зачем? Я уже хочу, я уже всё, я прокачал левел, я повыполнял начальный квест, я поработал пиццерийщиком, я поработал на ферме, я поработал грузчиком. Я хочу выполнять уже такие, знаете ли, поручения во фракции. Машинный у вас какой-то квест, ну, в смысле, донатный. Зачем мне вот разделение на две вот эти вот линии квестов? Потом во фракции опять-таки есть квесты ежедневные, по-моему, и не ежедневные, но, насколько я помню, они там все ежедневные. То есть у любой фракции, которая есть на Arizona Roleplay, есть квесты. То есть эти квесты, они преследуют тебя буквально на всём твоём игровом пути на Arizona Roleplay. То есть выполнять ты их можешь каждый день, то есть есть ежедневные квесты, есть те квесты, которые ты выполнил, и всё, и получил за них какую-то награду, и больше тебе ничего не светит. Там, вот, знаете, за начальные квесты тебе дают немного голды, и потом экспо, потом ты переходишь на другую ветку квестов, тебе ещё что-то дают, мне это не нравится. То есть лучше бы всё это было у какого-то одного квестового персонажа, и ты вот там просто всё это выполнил, и всё, и ты готов идти в мир. И если данные квесты, вот насколько я понимаю, насколько я вижу, было бы неплохо, если бы это была единичная ветка квестов. Но, насколько я понимаю, то есть это ещё одна ветка квестов. То есть я считаю, что нужно всё намного вот упростить, потому что то, что сейчас ты там сначала у одного персонажа, потом у другого. Зачем всё это надо? Новичок просто потеряется, да? Есть там, знаете ли, наводящие квесты, то есть у одного персонажа ты берёшь квест для того, чтобы приехать к другому персонажу, потом у от того персонажа едешь к другому, как мы можем понять, персонажу, и всё это, как бы так сказать, бесит. То есть было бы намного лучше, если бы вот была одна ветка квестов, и вот квесты как-то, я не знаю, совместить их что ли. То есть, чтобы там, я не знаю, ты брал один квест, а там были ещё побочные квесты от всего этого, потому что то, что и сейчас, они такие, знаете, простые. Приедь туда, перетащить там 20 мешков и уедь туда. То есть всё это можно было бы там, я не знаю, объединить. Допустим, квесты, связанные с работой, чтобы ты сразу мог поработать и на ферме, и на грузчиках, и там ещё где-то, и всё вот это вот сделать, получить потом свои XP. Но нет, это разделено на разные квесты, что, как лично для меня, представляет такую, знаете ли, заторможенность всего игрового процесса. Только, знаете, нагруженность всего вот этого вот мода, про который постоянно говорят, мол, Arizona Roleplay, это вот прям нагруженный мод. И лично я вот так вообще не считаю. То есть вообще, я такого никогда не думал. Мне кажется, что мод Arizona, он вполне нормальный, вполне хорош, он насыщенный. Он не то чтобы нагруженный, он насыщенный просто деталями со всего вот этого вот действия. Но, а как мы можем видеть из скриншота, который представлен у нас у всех тут, видимо, это ещё одна ветка квестов. Ну, хоть будет поинтереснее, что ли, нагромождённости станет ещё больше, но будет зато хоть как-то, я не знаю, поинтереснее. Вот, как-то, в общем-то, и так. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. IP Arizona Roleplay Phoenix находится в описании данного видеоролика. Там же находится мой никнейм Данте Коннор. Там же находится ссылочка на мой телеграм-канал. Поэтому заходите туда, ознакомливайтесь со всей информацией, которая там будет. И живите спокойно, хорошо, а самое главное, счастливо и без болезней. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...